В темноте и тишине около 15 тысяч слепоглухих людей живут в России. Это очень примерная статистика, точная нет до сих пор, хотя именно эти люди нуждаются в особой помощи. Ради них в соцсетях запустили специальный флешмоб наизнанку. А тех, ради кого нелепо одеваются пользователи интернета, Ольга Климкина. Мир слепоглухих людей совсем не похож на наш. И чтобы это подчеркнуть, в соцсетях начали новый флешмоб. Поучаствовать может каждый. Для этого берем свою одежду, выворачиваем, надеваем на себя. А после этого обязательно делаем фото, которые после опубликуем в интернете с соответствующим хэштегом наизнанку. И звезды, и просто сочувствующие, таким образом призывают всех. Слепоглухие нуждаются в поддержке. Один из них Михаил Ильин. Он слышит только с помощью слухового аппарата, не видит вовсе. Зрение начал терять еще в детстве. И за несколько лет отслеп полностью. Но возможности свои ограниченными не считает. Мы используем формы и потом внутри уже замазываем. За день он успевает сделать несколько таких чаш. После их продают на благотворительных ярмарках. И мастерская получает свою прибыль. И слепоглухие люди, что самое важное, получают зарплату. То есть они оказываются нужными обществу. Они не оказываются вне нашего общества. Они работают. И в общем-то остаются вполне себе самостоятельными людьми, самодостаточными людьми, несмотря на свое заполевание. Свои изделия он может только пощупать. Весь мир для Михаила сплошная темнота. Ориентироваться в которой помогает верная подруга, собака-поводырь Кейти. Она с ним с утра и до ночи. У него характер игривый, где-то маленько требовательный. Ну, наверное, как многие собаки, но ханя, маленько. Зато понимает его с полужеста, с полуслова. И после работы протаренным путем ведет Михаила по городу. Давай, 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 моя рыжая. Его обычный день такой же, как и у многих здоровых людей. Днем работа в послесвободное время, которое он тратит на занятия танго. В студии танцев он хоть и особый ученик, но поблажек ему никто не делает. Миша талантливый, он, правда, очень капризный был сначала. Капризничал так всяко. Говорил, я же с ограниченными возможностями, относись ко мне как с ограниченными возможностями. А я ему говорила, что я вообще-то с инвалидами не работаю. Как научить непоглухого человека сложному танцу Ирина придумала сама. Каждое движение разбивают на несколько этапов. Учат, а потом соединяют. Михаилу нельзя что-то показать, потому учится он так же, как и работает. На ощупь. Пяткой за пол, вот этой пяткой я буду сейчас держаться. Посмотри, когда я пошла на шаг вперед. Три года занятий, выступления на конкурсах самодеятельности среди инвалидов и даже победа на них. А ведь начинал с нуля. А сейчас у него все есть и музыкальность, и ритм, и даже руку он иногда правильно держит, когда я поругаюсь. Давай еще разок, покажи поворот. Это не только победа над собой и своей болезнью. Ведя партнершу в танце, Михаил чувствует, в темноте он не один. Ольга Климкина, Александр Александров, Денис Райко и Анастасия Назарова. Герой нашего сюжета стал так же героем социальной рекламы. Компанию «Не один в темноте» запустил благотворительный фонд соединения. Билборды можно увидеть на улицах Москвы.